Всем привет, это Влад Найт, и мы снова играем в игру Одмар. Как вы помните, гоблины украли у Одмара самоцвет, это ключ, который ему нужен для того, чтобы спасти все жители деревни. И мы отправились за ними, чтобы вернуть его. Вот, такие вот тут интересные места. Ну, в принципе, вроде бы ничего такого особо здесь мы больше не можем найти, поэтому отправимся дальше. Так, ребят, что нас ждет? А здесь нас ждут, конечно, гоблины и торговец. Посмотрим, что он продает. Так, смотрите, у нас хватает на щит или копье. Давайте возьмем щит. Потому что оружие набрали недавно. Вот у нас там топор очень крутой, а щит нам не помешает. Ну, что, там я видел гоблинов, но они где-то там в недосягаемости. Ага, пробовали исчезть щит, делают такую волну. И надеюсь, что нам это пригодится потом. Так, ну, а нам пора идти вперед. Для этого надо прыгать по этим кольцам. Гоблины тут настроили, не знаю чего. Какие-то тут такие странные лабиринты. Но пока лабиринты справляется. Ага, смотрите, как работает щит. Классный, да? Какие руки на гоблинове стиле. Неплохо, ребят, мне он понравился. Ну, и давайте все-таки продвигаться по уровню. Так, нам нужно идти вперед. Ну, опять придется прыгать по кольцам. Именно тут вот все, что-то так эти гоблинов замудрили. Как они сами-то передвигаются по этому уровню, непонятно. Вот, например, такие случаи с ними происходят. Это только со мной. Значит, ребят, здесь как-то я немножечко как мубик такой поиграл. Ну, вот 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 такой гоблинов мы здесь завалили. И все, пора подниматься наверх. Все, надоело. Так, все. Здесь тоже нас встречали гоблины. Ну, и с ними мы разобрались. Так, ребят, идем вперед. Гоблин лучник. Так, грибочек. Грибочек обычно отбрасывает куда-то в нужное место. Но здесь что-то он никуда особо не отбросил. Ну, вот только на платформу, но мы, собственно, они и были. Так, а вот это уже интересно. Большая руна. Это то, что нам было нужно. Надо собрать их три на уровне, если вы помните. И первую мы уже взяли. Но маленькие руны забывать тоже не стоит. Поэтому мы берем и их тоже. И вот, собрали последнюю. И идем вперед. Так, здесь у нас ждет гоблин-бомбометатель. Смотрите, что творит. Как бы мы были на волосок там, да? К тому, чтобы пострадать от взрыва. Но ничего, как бы, с нами не произошло. Что они еще тут по спекту? Один какой-то гоблин-киферен для призраков, что-то? Чирика выбрасывал из рога. Ну, это вообще, ребята, какой-то беспредел. Так, ну и тут теперь какие-то емкости с лавой. Ну, круто, ребят. Черт, мне не очень-то нравятся эти места. И я не знаю, как гоблины сами вообще выживают в этом. Ну, я не знаю, какое-то царствие, смерти, огня и жара. Но, видимо, привыкли. Вот, смотрите, они теперь бегут на нас. Атакуют. Кто-то там опять еще некоторые гоблины стреляют. Но, ребят, кажется, они мне здесь совсем не рады. Но я ведь пришел сюда не просто так. Я пришел забрать ключ в самоцвет. Поэтому гоблины, рады вы или не рады, я его все равно заберу. И вам меня не остановить. Так, вот гоблин с рогом. Опять хотел, наверное, ходить черепов оттуда достать. Но ничего у меня не вышло. А мы продвигаемся дальше, ребят. Так, здесь, похоже, надо проехаться. Да, вот я так и думал на этой конструкции. Гоблины убиваем. Ну, идем дальше. А тут опять три какие-то вот эти емкости с лавой. Зачем она им? Что они? Ну, может быть, конечно, делают из этого какой-то металл. Что-то выплавляют. Но тут очень легко просто умереть в них, да, как бы, сжариться. Понятно. Ну, я уже заметил вторую руну. Как бы классно. Большая часть дела сделана. Опа, вот то, что я говорил про то, что нужно сжариться. Ну, ладно, продвигаемся дальше. Вот. Тут мы сражаемся, проходим. Один гоблин сверху остался. Так, надо как-то с ним нам разобраться. Так, я пока не понимаю, как. Ага, вот так это делается. Все круто. Идем вперед. Ну, и что? Здесь придется спускаться вниз. Я вижу. Гоблинов здесь, как бы, куча. Это гоблинов-копи-метатель. Слушайте, каких только гоблинов здесь нет. А вот и третий руны, ребятки. Это очень классно. Мы собрали все большие руны на уровне. И со спокойной душой можем двигаться теперь к концу уровня. Ребят, мне эта игра очень нравится. Ну, не знаю, конечно, как вам. Вы пишите в комментариях, что вам нравится, что не нравится в этой игре. А мне вот все нравится. Хочу ее пройти до конца. Хочу посмотреть, что тоже там будет в итоге. Сможет ли Одморг спасти жителей своих деревни. Ну, а здесь, ребята, она вам тоже нравится. Если вам нравятся мои видео, то не забывайте ставить лайки, пожалуйста. Подписывайтесь на мой канал. И давайте вместе следить за приключениями Одморга. Так, здесь, смотрите-ка, надо пробраться как-то. Ну, избегая вот этих огневых выстрелов, огневых снарядов. Ну, попробуем сейчас. Еще бы желательно вот этот щит взять. Так, щит взяли. Смотрите-ка, получилось, получилось. Главное, надо было выжать время. Ну, здесь, я думаю, уже будет попроще с этим делом. Вот так, вот так. И все, отправили Гоблина в Гоблинский рай. Или, наоборот, ад. Не знаю, куда-нибудь. Так, Гоблин-лучник. С ним разбираемся. Тут, кстати, гоблин-пехотинцы. Но они нам не помеха. А вот еще один лучник. Не знаю, как его достать. Как-то он, наверное, наверх высоко забрался. Ага, вот он выбрасывает опять тоже черепки. Еще один. И теперь мы, я думаю, что уже сможем добраться до того Гоблина-лучника. Так, вот и вон, все. С ним покончено. И убиваем еще одного Гоблина. Ну и что? Наверное, пора уже двигаться к финишу, к завершению уровня. Там стрелочка показывает, что идти надо туда, направо. Хотя крутилось, конечно, как бешеное. Но мы-то знаем, что идти надо направо. И... Да, сейчас пока немного наверх. И... Так, посмотрим, что здесь. Здесь Гоблин-коплеметатель. С ним надо тоже разобраться. Потому что он... С него тоже вылетает три руны, как из других. Так, здесь, похоже, опять прыгаем по колечкам. Да. Не очень-то просто, я вам скажу. Расстояние между ними большое. Но Одмор его преодолевает. Все пока получается. Так. Здесь тоже пролетели над самыми шипами. Как он не боится, Одмор наш. Так, ну вот он, викинг храбрый. И смотрим, какие результаты. Результаты неплохие. Мы набрали нужное количество рун. И собрали все три большие руны. Ну что, ребята, это была классная игра. Но ключ мы пока так и не нашли. И Одмор был на грани отчаяния. Интересно, как бы Васкар поступил на его месте? Пока он об этом думал, рядом с ним появилась фея. Фея произнесла с тяжелым сердцем. Прости, что я впутал тебя во все это. Судьба леса и судьба твоего народа теперь в руках Локи. Одмор разочарованно промолвил. Проклятие Локи поглощает мою силу. С каждым днем я становлюсь все слабее. Ключ до сих пор у Локи, и я не знаю, где его искать. Фея посмотрела на Одмора и сказала, Локи забрал ключ на край света. Там он сможет открыть портал между мирами. Твой народ томится в заточении. Одмор знал, что он должен был сделать. Он должен был добраться до края света, и ему придется сразиться с Локи, завершить то, что начал Васкар. Магическая сила феи начала угасать. Из последних сил фея признала духа, чтобы помочь Одмору. Ну вот, ребят, пока все не очень так понятно. Получится у Одмора справиться с Локи или нет. Ну, делать нечего, нам придется отправиться дальше, чтобы попытаться забрать ключ и спасти жителей деревни. Ну что, ребят, это была классная игра сегодня. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok